Здравствуйте, мы на Политека Ньюс, студии Инга Мизерия, Александр Мартыненко, директор информагентства Интерфакс Украина, мой гость сегодня. Здравствуйте, Александр. Алексей Навальный, российский оппозиционер в КОМе, он отравлен, еще неизвестно конкретно чем. Кому это сейчас выгодно? Мне кажется, никому. Но, во всяком случае, не выгодно настолько, чтобы это планировать и совершить его убийство. А это с прагматической точки зрения. С точки зрения, в политике очень редко работает только разум. Иногда работают чувства, работают какие-то ощущения. А в автократических странах очень популярна мотивация чиновника сделать что-то, что понравилось бы руководителю. И в этом смысле это не про выгоду. Выгода нет ни у кого. Включая Путина. Но, как мне представляется, кто-то из большого числа людей, которые находятся возле российского президента, я имею в виду не десятки, не единицы, а тысячи, которые так иначе считают его солдатами руководителя. Во всяком случае, такие уже были. Они могут просто подумать, что таким действием они доставят ему положительные эмоции. А они ему преподнесут подарок. А он потом о них вспомнит и чем-то наградит. И если он даже ругается на людях, то это ничего не значит, потому что на самом деле он благодарен. Думают они. И вот мотивация таких людей, она вполне, она может привести к тому, что они могут пойти на, в том числе, на покушение на убийство. Вот так говорили о Немцове, что это тоже был подарок, возможно, Кадырова Путину. Это та же логика, которую я сейчас сказал. Да, судя по всему, возможно, это был действительно подарок Кадырова Путину. Но в том-то и дело, и все прекрасно понимаем, что Путину был совершенно не нужен. И до нас доносились информации о больших разборках в российском руководстве после всей этой истории, в том числе с Кадыровым тоже. Но это логика режима. Тут ничего не сделаешь. Если какой-нибудь далекий служитель этого режима хочет поднабраться куда-то повыше, он же смотрит в глаза и в рот руководителю и ждет от него сигналов каких-то. Он их не находит, потом он сам начинает их придумывать. А кто бы для меня был врагом на его месте, если бы я был там, кого бы я хотел убить? Спрашивает он себя, находит какой-то ответ и вполне может его перейти потом в действие. Найдут стрелочников? Ну, если это все-таки покушение, пока все-таки давайте подождем, пока не будет четко понятно, что это токсина, а не какое-то другое, может быть заболевание, может еще что-то. Шанс найти стрелочник или просто назначить кого-то есть. Поскольку все-таки личность настолько известная, что эта история, она будет в России была и будет очень резонансной. Я бы сказал, даже более резонансной, чем убийство Немцова. Потому что все-таки Борис Ефимович был политиком старым и уже известным, и понятным. Навальный для многих это будущее России. И люди воспринимают это, конечно, как убийство их будущего. Большое спасибо, Александр. Александр Мартыниненко, директор информагентства Интерфакс Украина, был гостем нашей студии. Подписывайтесь на Политека Ньюз. До новых встреч. Продолжение следует...